Приятно, что вы мне машете. Ну, я начну сразу с представления. Меня зовут Бузунов Роман Вячеславович. Я президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. Уже больше 25 лет я занимаюсь диагностикой и лечением расстройств сна. И, собственно говоря, сейчас такой немножко знаменательный эфир. Я его впервые провожу сам. Я уже писал в посте, что у меня раньше проводились прямые эфиры с какими-то моими коллегами в основном на их аккаунтах, потому что, наверное, у меня было количество подписчиков не очень большое, а у них было больше. И в этом смысле мы... там был больше охват людей, которые у меня могут донести какие-то свои мысли до них. Но я пообещал, что когда у меня будет 7000 подписчиков, что я тоже начну проводить прямые эфиры. И, соответственно, может быть, тоже буду вам полезен уже, так сказать, в соло-варианте или в варианте, так сказать, один дома. Сейчас это опять особенно актуально с точки зрения того, что мы сидим на карантине. Смотрю, присоединяются люди. Большое спасибо. Сейчас мы тут вам помашем, помашем, помашем. Да? Очень приятно. Окей. Если что, можете ставить такие сердечки, чтобы они тоже шли. Это, может быть, увеличит количество людей, которые захотят посмотреть наш прямой эфир. И сегодня у нас будет такое знакомство. Я недавно опубликовал пост о рисках смертности от ковида. И он вызвал такую очень-очень большую дискуссию. Вот буквально за час-полтора я получил порядка 30 комментариев. И не все, я бы сказал, хвалебные. И пост сам по себе был достаточно, я скажу, ну, наверное, неэтичным. Да, я соглашусь с людьми, которые об этом пишут. Я показал, я взял из доступа фотографии коллег, которые умерли от коронавируса. Я ничего не раскрывал, я взял открытую абсолютно информацию, но это в 3 часа ночи произошло вот сегодня. Я решил просто посмотреть фотографии людей и обнаружил, что это все пациенты с очень избыточным весом. А я уже больше 20 лет занимаюсь синдромом обструктивного апноэсна, синдромом ожирения и гиповентиляции. И это огромная проблема. Я, может быть, потом еще отдельно напишу пост о отдельной синдроме ожирения и гиповентиляции. О том, какие это катастрофические последствия несет для человека. И насколько риск таких людей умереть высок. В чем заключается проблема? Когда мы смотрим на человека днем, меряем сатурацию, там, слушаем легкие, слушаем сердце. Мы видим, что человек достаточно сохранен. Он может ходить на работу, он может выполнять какие-то функции. Он, в общем-то, не представляется категорически больным. Но, когда человек засыпает, у нас происходит несколько таких патофизиологических механизмов. Во-первых, у нас выключаются межреберные мышцы, остается одна диафрагма. А когда человек с выраженным ожирением и он ложится на спину, эта диафрагма, вернее, вся эта масса живота, особенно у мужчин, начинает давить вниз, поддавливать диафрагму, поднимать диафрагму. Экскурсия диафрагмы снижается и резко падает насосная функция легких. Это первое. Выключаются, как я сказал, межреберные мышцы. Закономерно растет бронхиальное сопротивление. И, соответственно, человеку, в принципе, труднее дышать. Более того, когда у нас выраженное ожирение, это фактически рестрикция легких, они, в принципе, не могут обеспечить нормальную экскурсию в грудной клетке, а тут еще перестает работать практически диафрагма вверх-вниз. У нас закономерно снижается еще черный мониторинг, компьютерную сомнографию или просто... Оп, эфирчик прервался, но вроде опять появился. Так, присоединились. Итак, мы остановились на том, смотри, уже народ зашел, остановились на том, что у нас возникает тотальная легочная вторичная гипертензия, правожелудочковая недостаточность, застой по большому кругу, отеки, проблемы с почками, острая почечная недостаточность и фактически фульминантное развитие легочно-сердечной недостаточности и, увы, летальный исход. И на том этапе, когда человек поступает уже с полиорганной недостаточностью и даже его интубирует, крайне тяжело человека вывести из этого состояния. Кстати, я вот думал, почему в Нью-Йорке такая высокая смертность. Знаете, когда в Нью-Йорке ходишь, такое впечатление, что там все с ожирением четвертой степени. Ну, как треть, три плюс, да? То есть, и у таких пациентов чрезвычайно сложно их вывести даже на ИВЛ из состояния острой легочно-сердечной недостаточности. Ну, я, может быть, не буду дальше останавливаться на ковиде. Если какие-то вопросы были, если вы сами почитали или почитаете, еще раз подчеркну. Да, наверное, показывать, увы, умерших коллег чрезвычайно такая, ну, наверное, психологически сложная задача. Но здесь вопрос какой. Я написал, что я с трех часов ночи об этом думал, потому что вот увидев их эти портреты. Но, что возьмите какие-нибудь просто из интернета. Здесь ведь вопрос какой, что моя задача, так вот тоже поймите меня правильно, про то, чтобы вы для себя решили, что нужно что-то делать. И если я тоже написал, что если вы заподозрите хотя бы у одного человека апноэ сна, синдром ожирения и гиповентиляции, поможете ему, порекомендуете ему лечение соответствующее, то я думаю, что вполне, наверное, оправдана даже некая неэтичность. Но это знаете как, говорят, давайте мы не будем показывать жертв сталинских репрессий, да, потому что кому-то это вот не очень интересно, да, и кому-то это там на это не хочется посмотреть, да. Но, увы, это жизнь наша, и нам нужно думать о живых, как помочь живым, чтобы не развились такие серьезные осложнения. И если хотя бы одного человека удастся спасти с ожирением гиповентиляции, применив ему заранее неинвазивную вентиляцию, то я думаю, что, наверное, цель моей консультации будет, и цель моего поста будет достигнута. Ну ладно, коллеги, давайте немножко более о таких приземленных каких-то вещах, ну или более простых. Второй блок, которым я активно занимаюсь, это бессонницы. Бессонница – это огромный пласт проблем, которые, может быть, бессонница – симптом, сотен каких-то заболеваний, а бывает бессонница – болезнь. И, собственно говоря, наверное, следующий прямой эфир у меня будет посвящен именно как раз бессоннице. Я даже проводил среди вас опрос, какие темы вас больше всего интересуют, бессонница была на первом месте. Ну и мы уже специфически поговорим именно о бессоннице, о том, что с ней делать, как ее лечить, какие подходы. И здесь, что я хотел тоже, может быть, санонсировать. Я решил, что мы будем проводить такие открытые прямые эфиры. Что это такое? Я приглашаю человека к себе в эфир. Заранее мы просто, может быть, я с ним переговорю, какие у него проблемы с бессонницей. И мы будем проводить вот такую обычную онлайн-консультацию, которых я провожу десятки, но со зрителями. И человек, в принципе, будет готов рассказать свои жалобы, анамнез, ну, так сказать, если можно сказать, на публику. Может быть, каких-то суперинтимных я вещей не буду выяснять, но это будет нормальная, обычная, стандартная консультация. И я, в общем, постараюсь, насколько могу помочь человеку или в рамках консультации, или, может быть, потом и после консультации еще с этим человеком поговорим. И мы попробуем, может быть, там доктора что-то будут комментировать, которые будут смотреть, попробуем совместно этому человеку помочь. Более того, я скажу, что я провожу такую программу когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, которая длится шесть недель. И каждую неделю я встречаюсь с человеком, я даю ему задание на следующую неделю, и он выполняет по ограничению сна, по контролю раздражителя, по стрессоустойчивости, по негативному позитивному мышлению, образу жизни, спальне, то есть как оборудовать спальню. И человек в течение шести недель фактически тренируется. Я выступаю здесь в роли некого тренера по обучению человека сну и устранению каких-то негативных привычек. И, может быть, даже мы проведем такой лайф. То есть мы, кто-то из пациентов, если он согласится, мы будем каждую неделю с ним встречаться, я ему буду давать задание на следующую неделю, и спрашивать его, чего он смог достичь, чего не смог и почему. Ну и в течение вот таких шести недель будем бороться с хронической бессонницей у кого-то из наших пациентов. Ну а вы сможете посмотреть, может быть, что-то сами у себя применить из тех рекомендаций, которые я даю. Потому что в основном это все вполне можно применять, я бы сказал, достаточно непросто, но эффективно в домашних условиях самому человеку. Я даже недавно написал такую книгу «Как победить бессонницу. Здоровый сон за 6 недель». Совместно с Софией Анатольевной Черкасовой, это моя коллега, и фактически такой самоучитель по когнитивно-поведенческой терапии бессонницы. И ровно об этом мы хотим, я говорю, следующий эфир проведу ровно об этом, и о самой когнитивно-поведенческой бессоннице, которая, вернее, поведенческой бессоннице, которая поддается когнитивно-поведенческой терапии. Ну и, может быть, кого-то выберем из людей, которых мы будем вот так вот онлайн лечить. Так что эфир я санонсирую, я думаю, что вы можете все присоединиться, посмотреть, как будет проходить эта консультация. Это будет такой первый мой опыт, но, может быть, он не будет там, так сказать, блинкомом. Ну, посмотрим, как это получится. Так, а вот пишут, что уже есть желающие, а если можно, вы мне в директ пишите, как вас звать и ваш мобильный телефончик. Я, может быть, ну, к сожалению, наверное, если будет много желающих, не всех смогу обзвонить, но постараюсь, да, и выбрать там не одного человека надо будет. Но, может быть, с несколькими людьми переговорю, потому что здесь нужно мне будет заранее понять, что это как раз условно-рефлекторная бессонница. То есть это та бессонница, которая не в ходу от какого-нибудь стрессового состояния, депрессии или тревоги, А в той ситуации, когда человек говорит, знаете, да, у меня был стресс, да, у меня там был развод, например, или мне выгнали с работы, да, у меня эта ситуация тянулась, но все наладилось, работа новая, там, семья новая, место жительства поменял, вообще все прекрасно. Единственное, что только сон становится еще хуже, уже на препаратах, ничего не могу сделать, уже боюсь заснуть, ложусь в постель, не засыпаю, постоянно попытки заснуть, ни к чему не приводят и так далее, и так далее, и так далее. Вот это уже говорит о том, что первичная причина могла уйти, а бессонница остаться. И вот эта так называемая условно-рефлекторная бессонница очень эффективно поддается как раз лечению когнитивно-поведенческой терапии. Так, давайте я, если можно, тут много чего наговорил, если можно, я сейчас посмотрю какие-нибудь вопросы вы задавали, и позадаю, поотвечая на ответы, вернее, поотвечая на вопросы, а потом, может быть, какие-нибудь еще мысли продолжу. Так, это мы присоединяемся. Интересно ваше мнение о синдроме отложенной фазы сна, но это такие совы. Да, это известная ситуация, это реально у человека внутренние биологические часы текут медленнее, чем астрономические. Ну, на астрономических часах, допустим, 12 часов ночи, у человека 9 часов вечера, он не может заснуть. Утром, соответственно, 7 утра, у человека на своих часах, они опять же отстают, там, 5 часов утра, он не может проснуться. И у этого человека есть проблемы, во-первых, с засыпанием, он вечером активен, а во-вторых, проблемы с пробуждением, он, соответственно, с утра не может проснуться. Основная рекомендация, старайтесь жестко задать время подъема, вне зависимости от рабочих и выходных дней. Не высыпаться в выходные дни. Вот это большая проблема у пациентов с овцом. Как избавиться от храпа? Слушайте, ну это такая огромная проблема, я, может быть, посоветую для начала прочитать книгу. Она так называется, как избавиться, как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна. Она в совершенно свободном доступе есть, вы наберите Бузунов, как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна, и там можно будет в интернете скачать PDF-файл с этой книгой. Ну, а личные рекомендации, конечно, они могут даваться только, если я буду уже консультировать пациента индивидуально. Так, давайте еще посмотрим, что у нас, кто тут спрашивает. Люди должны понимать, 50% зависит от образа жизни, 20% экология, генетика и только 10% от медицины. Слушайте, я совершенно согласен. Да, ну, если у человека четвертая степень ожирения, да, порой вообще только... Ну, тут единственное, что, знаете, от медицины зависит бариатрия. Это когда мы формируем малый желудочек, и человек резко худеет. Но в подавляющем большинстве случаев, конечно, нужно думать о здоровом образе жизни. Мой муж хорошо засыпает, но через 2 часа очень чутко просыпается, очень чутко реагирует и спит беспокойно. Часто ранние ночные пробуждения с невозможностью повторного засыпания обусловлены хроническим тянущимся стрессом и развивающейся депрессией. Вот здесь нужно подробно смотреть, может быть, заполнять какие-то анкеты, консультировать, что за тянущаяся стрессовая ситуация, и уже смотреть, можно ли от нее избавиться, если нельзя, то какие уже методы лечения предпринимать, вплоть до назначения, допустим, антидепрессантов. Так, информация была очень нужная и своевременная. Так что вообще не переживайте, мы не можем для всех быть хорошими, всем угодить. А, ну это как раз по поводу поста о том, что наши коллеги умерли от ковида. Ну, на самом деле, это, конечно, неприятно, когда говорят, что я там плохой доктор, что я, более того, еще крохобор, что я исключительно хочу продать СИПАП. Это замечательная ситуация такая. Вот только и думал, когда писал пост о том, чтобы продать СИПАП. Ну, мягко говоря, конечно, печально, но что делать, знаете. Как-то старшего Михалкова, это Сергея Михалкова, спросили, ну это который нам гимн Советского Союза писал. Спросили, знаете, сказали, а что нужно, чтобы вас все любили? Он подумал, подумал и ответил, надо быть глупым, бедным и больным. А лучше всего смертельно больным. Вот тогда тебя будут все любить. Если тебя все любят, то значит ты никто, звать тебя никак, и ты из себя ничего не представляешь. Увы, к сожалению, это так. И второе, что могу сказать, вот что есть у врачей, я с этим сталкивался, знаете, с 95-м году, когда я только начал заниматься апноэ, до 95% врачей говорили, когда я говорил апноэ, они говорили, чего, какое апноэ, да? До сих пор продолжается, к сожалению, до сих пор продолжается. А врач, представьте себе, проработал кардиологом, допустим, 30 лет, и ни разу не поставил диагноза апноэ сна или синдрома ожирения гиповентиляции. Да, у него умирали пациенты ночью, да, у него ночные блокады, и он вшивал кардиостимуляторы, ну или отправлял. Да, он безуспешно лечил рефракторную плечению, артериальную гипертонию, но ни разу не поставил этого диагноза. И тут выхожу я и рассказываю, что, значит, есть синдром абструктивного апноэ сна, что нужно применять, если тяжелая степень, аппараты лечебные, с которыми нужно спать. И вот что скажет этот кардиолог своему пациенту, который он 10 лет лечил безуспешно от гипертонии, что да, он ошибался, да, это рефракторная к лечению гипертония от апноэ сна. Нет, он скажет, нет такого заболевания, нет, не было и не будет. А я тебя правильно лечу, а вот то, что тебе человек там какой-то аппарат навязывает, так значит, это он тебе просто хочет продать. А сколько у нас стоит, извините, год лечения эффективными антикипретензивными препаратами? Да 2020-30 точно. Я уж не говорю про какие-то лечения, там, имплантацию стимуляторов, лечение инфаркта миокарда и так далее. Увы, да, приходится бороться. Ну и порой, порой это сложный такой психологический процесс, я может быть немножко так разошелся в ответе, но просто реально это так задевает, когда тебе говорят, так, СИПАП, БИПАП, ТРИПАП. Я бы хотел узнать разницу между ними. Смотрите, коллега, если вы прямо вот профессионально интересуетесь, у меня есть книга, ее можно вон, олайн купить, она стоит 790 рублей, электронная версия. Она называется «Неинвазивная респираторная поддержка при расстройствах дыхания во сне». Я, может быть, потом по итогам нашего эфира опубликую пост, где все эти книжечки будут, да? Называется еще раз «Неинвазивная респираторная поддержка при расстройствах дыхания во сне». Я обобщил свой 20-летний опыт лечения. Я как-то посчитал, что я работал с 43-мя моделями различных СИПАП, БИПАП, ТРИПАП аппаратов. И там подробнейшим образом все написано, в чем отличаются модели, какие показания, какая разница режимов, как подбирать режим и прочее, и прочее, и прочее. Это, наверное, первая в России такая серьезная монография по неинвазивной респираторной поддержке или неинвазивной вспомогательной вентиляции легких. Вот написала номер в личку девушка. Хорошо, спасибо. Так, давайте посмотрим еще. Какие анализы нужно сдать, чтобы понять, что бессонница органическая? Ну, обычно некий перечень анализов, которые сдаются, это гормоны щитовидной железы, это железо, это витамины, микроэлементы. Может быть, несложно сейчас вот говорить весь перечень, я, может быть, отдельно этому пост посвящу, потому что там дальше еще нужно анкеты заполнять, которые покажут наличие депрессии и тревоги. Плюс мы еще делаем исследование ночного сна, полисомнографию, компьютерную сомнографию, респираторный мониторинг, чтобы поставить диагноз «апное сна». То есть это нормальное комплексное обследование. Так же, как если человек к вам с температурой пришел, да, ну, наверное, вы не сразу даете жаропонижающее. У человека, допустим, там 38-3 недели, да, вы, наверное, анализ крови сделаете, рентген сделаете, компьютерную томографию сделаете, да, чтобы понять, от чего эта температура, а не просто сбивать, соответственно, температуру. Так и в сомнологии, если мы говорим бессонница, это может быть симптомом массы заболеваний. И в этой ситуации нам нужно, да, проводить обследование и ставить, соответственно, точный диагноз. Так, помимо того, что я просыпаюсь каждые 2 часа, я целый день хочу спать и сильно храплю. Так вот, собственно, это прямое показание для того, чтобы провести исследование ночного сна, как я сказал, полисомнография, ну, где, в каких регионах, какая есть, респираторный мониторинг или компьютерная сомнография, и, соответственно, поставить точный диагноз. Не вредно ли приучать ребенка спать под шум, ТВ, музыку, как лучше для него уметь спать в шуме? Давайте, может быть, я не буду сейчас вот про детский сон разговаривать. Это отдельная большая тема, я понял, может быть, могу так сказать, не надо абсолютной тишины делать, ну, потому что, чтобы не приучать ребенка, что малейший шум его разбудит. Но и, скажем так, устраивать ему там дискотеку перед сном, тоже не самый лучший вариант. Как лучше спать? На боку, на спине, на животе? Я хочу сказать, что если вы здоровы, если у вас нет никаких заболеваний, спите как угодно. В любом положении тела все будет нормально. Если же есть то же самое апноэ, позиционно-зависимая форма, да, бывает на спине существенно больше нарушений, и тогда имеет смысл спать на боку. Так, почему, когда ходишь на прием к психотерапевту, жалуешься на бессонницу, они ставят диагноз тревожно-депрессивное расстройство. По последним. Знаете как? Ну, есть такая профессиональная деформация, да? Если вы пойдете к психиатру, он вам поставит психиатрический диагноз. Если вы пойдете к неврологу, он поставит какую-нибудь десциркуляторную энцефалопатию с синдромом инсомнии. Если вы пойдете к кардиологу, он напишет какой-то кардиологический диагноз и скажет, что у вас бессонница от того, что... Ну, у вас, да, тревожное состояние по поводу, допустим, там ишемической болезни сердца. Увы, здесь люди пытаются в такой прокрустово ложе диагнозов вложить все это своих, в своей специальности, да? Но проблема заключается в том, что касательно бессонницы и неорганического генеза, вот которая как раз и поддается лечению когнитивно-поведенческой терапии, она редко ставится какими-то отдельными специалистами, теми же психиатрами, неврологами, потому что она требует специального исследования, она требует исключения всех органических причин. Лучше какой-то свой диагноз поставить, сказать, что да, это симптом бессонницы, это моего диагноза, и давайте будем лечить мой диагноз. А то, что это может быть совершенно самоценным заболеванием уже, в принципе, без психиатрии, без неврологии, ну, как-то человеку порой достаточно сложно специалисту с этим, если так можно выразиться, смириться. Ну, как депрессию отличить, это тоже огромный большой ответ, я не могу сказать вот так вот, так, 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 уфсовс не работает режим, при смещении режима с ночи, а, уфсовс, уфсовс. При смещении режима с ночи на день, мой очень хороший раунд, слушайте, этот человек, наверное, писал с Т9, и не совсем понятный вопрос. Я всего лишь гинеколог, но назначаю консультации сомнолога некоторым пациентам с подозрением на апноэ сна. Слушайте, ну это совершенно правильно. Я более того скажу, что любой врач, понимая, что с его человеком происходит ночью, лучше будет лечить человека днем. Апноэ сна, особенно у пациента с ожирением. Гипоксия, часто они просто банально не могут забеременеть. У них нарушается менструальная функция. Бессонница, джетлаг тоже может нарушать менструальную функцию. То есть, я более того скажу, что во сне ведь у нас организм восстанавливается, но это известная ситуация. И если мы видим днем какие-то проявления, особенно хронических болезней, и где мы еще можем предположить какой-то функциональный генез, то однозначно нужно спросить, как человек спит. Если у него тяжелое апноэ, то вы можете хоть обличиться артериальной гипертонией, но можете не получить эффекта. Или там те же головные боли. Да, можно лечить головные боли, но это тоже будет от ночной гипоксии. Или тяжелейшая бессонница. А у человека синдром беспокойных ног, потому что он постоянно шевелит ногами и не может заснуть. То есть, в общем-то, и гинекологи, и психиатры, да что там, урологи. Вот у меня недавно пациент закончил программу. Ко мне он пришел с тем, что у него частое ночное мочеиспускание и у него бессонница. Урологи его лечили от аденомы, от предстательной железы, от простатита, от синдрома гиперактивного мочевого пузыря. Безуспешно. А у человека развелась бессонница, чуткий сон. А у нас каждые два часа человек просыпается после полного цикла сна. И возникает проблема, что после этого полного цикла сна, где-то час-полтора, человек подбуживается. А понятно, что если даже чуть-чуть в мочевом пузыре чего-то скопилось, ну хочется сходить. Раз встал, два встал, три встал. Все это закрепился условный рефлекс. Человек как только просыпается, сразу позыв на бочииспускание. Вот вспомните свой такой здоровый детский сон. Да даже или в каком-то юношеском состоянии. Мы с утра просыпались с ощущением, что у нас сейчас взорвется, извините, мочевой пузырь. То есть мозгу было наплевать, а что там сколько накопилось, потому что он глубоко спал. И мы еле успевали добежать до туалета. А если человек периодически подбуживается каждые два часа после цикла сна, и чуть-чуть в мочевом пузыре, он чуть-чуть ходит, три-четыре-пять раз за ночь в туалет. Но он с чем идет к мочеиспусканиям? К урологу. Так вот у того пациента мы нормализовали бессонницу, все, он стал спать без пробуждения и без учащенного ночного мочеиспускания. Вот такая связь у нас с бессонницей с учащенным ночным мочеиспусканием. так спасибо, что делаете со своими знаниями, что... А, спасибо, что делитесь своими знаниями, всегда открыты к общению. О, смотрите, слава богу, хоть кто-нибудь похвалил, а не поругал сегодня. Это я так опять напрашиваю, чтобы кто-нибудь похвалил, да? Так, скажите, пожалуйста, искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания. Давайте сразу решим, что искривление носовой перегородки практически никак не влияет на тяжесть апнои и храпа. Более того, современные консенсусы говорят о том, что если мы имеем не просто храп, то в третий случай операция на носу облегчает храп, в третий не меняет, в третий ухудшает. До сих пор непонятна вот эта вся аэродинамика того, как нормализация носового дыхания, почему у кого-то она ухудшает, а кого-то улучшает храп. Если мы говорим про апноэ, то никак вообще операция на носовой перегородке не влияет на степень тяжести апноэ. У нас нос, извините, здесь, а храпив, и спадаются у нас дыхательные пути здесь. И единственное, зачем нужна нормализация носового дыхания в отношении апноэ? Это в том плане, что если мы используем наш прибор СИПАП или БИПАП, нам нужно нормальное носовое дыхание. И чем лучше нос дышит, тем человек лучше приемлет аппаратные методы лечения. Но просто человеку сказать, что мы прооперируем нос и у вас не будет апноэ, это неправильно. Вот это сразу запомните это и пациентам, и врачам. Может ли бессонница вызывать инсулинорезистентность? Ну, здесь надо поговорить тогда вообще о физиологии сна, может быть мы об этом тоже когда-нибудь поговорим. У нас ведь ночью продуцируется грелин, если плохой сон и приапноэ сна, а грелин повышает аппетит. У нас падает продукция лептина, а лептин дает нам ощущение насыщения. У нас в гипоксии, в тяжелой гипоксии плохо работает тканевой инсулин. Да, и соответственно гиперинсулиномия развивается. То есть здесь очень большой клубок, который завязан на те или иные проблемы со сном и потенциально да, нарушение сна может вызывать инсулинорезистентность. Как правильно пить пустырник до еды, после еды, в середине между приемами или персенного пассит? Это мне напоминает такой анекдот про беременность, да? А как пить противозачаточное средство до или после вместо? Да? Ну, лучше, конечно, не нервничать. Здесь ситуация так выглядит, что если у вас желудок нормально переносит все эти настойки или какие-то травки, не принципиально когда, до еды будет лучше всасываться. Но сразу замечание. Просто перед сном бессмысленно пить успокаивающие препараты. Они не обладают чисто снотворным эффектом. Их нужно пить курсом три раза в день. Эффект развивается постепенно и принимать 3-4 недели. Просто организм или нервная система быстрее успокаивается, лучше, соответственно, восстанавливается и меньше проблем у нервной системы засыпания вечером. Так, 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 так. Не могу уснуть от того, что при засыпании вздрагиваю. И так несколько раз подряд. Смотрите как. На самом деле, вот такие твичи, вздрагивание человека, это физиологическое проявление. Как правило, человек просто на это не обращает внимания и засыпает. Кто-то может начинать на этом концентрироваться. Для него это само по себе какой-то условно-отрицательный рефлекс, который подбуживает человека. Но на самом деле, это ничего ужасного в этом нет. Опять же, можно какие-нибудь успокаивающие препаратики попить, и может быть, это у вас пройдет. Ничего себе, как все в организме связано. Ну, я, знаете, вспоминаю интересную историю 2013 года, когда я выступал у лор-врачей в Красноярске. И рассказывал про детский храп, детское апно, и это вообще отдельная огромная проблема. Дети, к сожалению, олигофренами вырастают, которые с тяжелым апноэ, они не понимают ни родители, ни врачи, к чему это приведет. Они вырастаются деноидными лицами, они низкорослые, они щуплые, потому что гормон самототропный не продуцируется. Но все знают, что у нас дети растут во сне, потому что продуцируется самототропный гормон. Да? Но при детском апноэ резко нарушается структура сна, исчезают глубокие стадии сна и падает продукция самототропного гормона. И эти дети плохо физически развиваются и плохо растут. И если это обусловлено адендокнизулярной гипертрофией, то операция практически излечивает ребенка, ребенок начинает быстро, активно развиваться. И встала такая одна пожилая лор, лет 70, наверное. Говорит, слушайте, вот после войны меня учила моя бабушка, бабушка, ее учительница, ну которая лор болезням учила, да? Она сама уже бабушка, что ты удали у ребеночка миндалины, и он начнет хорошо расти. Говорит, и я только спустя 50 лет поняла, какая связь между миндалинами и ростом у ребенка. То есть вот так все в организме, я вам скажу, взаимосвязано. Так та же тоже ночное мочеиспускание тоже может быть связана с гипертрофией миндалин у взрослых, да? Потому что, ага, это как-нибудь когда про апноэ буду рассказывать, вот там и расскажу, какая связь между апноэ сна, миндалинами и учащенным ночным мочеиспусканием. Работа ночь через ночь, сон очень плохой, просыпаюсь по 3-4 раза, потом не могу уснуть. Знаете как, к сожалению, порой при такой работе мне приходится давать совет и сменить работу. Особенно, когда это уже доходит до проблем с щитовидной железой, той же гипертонии, кожных заболеваний, то есть когда это уже четкая соматика. Что порекомендую? У меня есть такая книжка «Советы по здоровому сну 2.0». Она опять же в совершенно свободном доступе. Можете набрать просто в интернете бузунов «Советы по здоровому сну 2.0» и скачать ее в PDF. И там есть рекомендации для людей, которые в джетлаге, которые в сменном графике работы. Там прямо по пунктикам все это расписано. Но, к сожалению, да, работа в течение 5 лет в сменном графике в 5 раз увеличивает вероятность развития бессонницы, тревоги, депрессии и прочих-прочих проблем. Увы, это не физиологичное функционирование. А когда меня спрашивают, а как же сделать так, чтобы как можно больше в таком режиме проработать, ведите здоровый образ жизни. Спорт, здоровое питание, исключение алкоголя, курение. То есть просто чем лучше ваш организм будет себя чувствовать, тем дольше он сможет переносить эту стрессовую ситуацию. А. Ложусь спать и не могу отключиться от мыслей и гоняю их до 3 часов ночи. Ну, собственно говоря, это то, чем я и занимаюсь, да, как правило, отгоняю мысли. Вернее, интересная ситуация, когда мы реализуем программу ограничения сна и я, соответственно, человеку не даю спать днем, ну и ночью ограничиваю пребывание в постели. Основная его мысль это просто когда-нибудь дойти до кровати, упасть и тут же заснуть. И когда накапливается выраженный дефицит сна, никакие мысли вам сон не перебьют. Но это отдельные техники, которые, собственно, реализуются в рамках той же когнитивно-поведенческой терапии. Тенотен может применяться, но скорее, опять же, не как препарат, который обладает снотворным эффектом, а как скорее успокаивающим воздействием на нервную систему. Скажите, плохо ли слишком быстрое засыпание? Ну, смотря как. Если в кровати, то неплохо, а если за рулем, то очень плохо. То есть, чтобы это не было выраженной дневной сонливости. А если вы там просто до подушки добрались и заснули, ну и привет. Замечательно, только порадоваться за вас можно. О, смотрите. Спасибо, очень интересный эфир. Замечательно. Будем продолжать. Скажите, пожалуйста, если одна таблетка мелоксена не помогает, можно ли дополнительно выпить вторую таблетку? Как правило, нет. То есть, там нет особого дозозависимого эффекта. 3 миллиграмма мелоксена вполне должны сработать. Но надо понимать, что это нечистое снотворное. Оно вообще не работает как чистое снотворное. Оно работает как хороший препарат, который налаживает циркадные ритмы. При сменном графике работы, при джетлаге, при отсыпании в выходные дни, синдроме понедельника. Вот там, да, он помогает быстрее заснуть. Но он не будет вам поддерживать в течение дня сон. Но у него еще один интересный эффект, который на меня так проявляется. Когда я выпиваю таблеточку мелоксена, у меня такие яркие, цветные, такие живые сны. Потом с утра уже думаешь, то ли на самом деле было, то ли приснилось. Вот такой эффект у него есть, да. Всегда ли рем стадия сна наступает после глубокого сна? Смотрите как, стандартно цикл сна так и выглядит. Первая, вторая, третья стадии. Третья стадия это глубокий сон, после чего следует рем сон. Но к утру уже гораздо, вообще глубоких стадий сна практически нет, а больше гораздо рема. Такая информационная составляющая. И знаете, я сам люблю иногда досыпать по 5-10 минут. Я успеваю нажать на будильничке кнопочку, чтобы он прозвонил через 10 минут, заснуть, увидеть продолжение сна, а это же опять рем-сон, да, и через там 10 минут проснуться. Ну, понятно, что до глубокой стадии не дохожу. Я практически с первой стадии сразу впадаю в рем. Ну, вот такая ситуация к утру бывает. С гипертрофией миндалин у детей еще и задержка речевого развития связана. Да, абсолютно связан. Вот доктор Волконина Лив, очень, наверное, грамотный доктор. Ну, там ситуация какая. Вот у меня в интернете описан этот ребенок, с разрешения мамы я все это показывал, когда в 3 года у него было тяжелейшее апноэ, в 3 года, связанное с гипертрофией миндалин, строением, особенностью строения глотки. Так вот, ребенок в 3 года начал худеть, да, практически перестал говорить. Ну, а врачи все говорили, давайте подождем, он как-нибудь перерастет. А у него была 141 остановка дыхания в час. В час 141 остановка. А норма у детей до одной остановки дыхания в час. Понятно, что, к сожалению, а, и сатурация там падала чуть ли не до 59%, то есть мозг уже фактически умирал. Ну и какое развитие было бы у этого ребенка? 25% дефицита внимания и гиперактивности у детей тоже обусловлены апноэ сна. А, соответственно, такие дети не могут учиться, у них не формируется долговременная память, они просто вырастают, к сожалению, умственно ограниченными людьми. Слышала, что гормон роста вырабатывается во время глубокой фазы, если сон почти всегда поверхностный, получается не вырабатывается. Да, по крайней мере, снижаются пики продукции соматотропного гормона. И дети, как я сказал, плохо растут, у которых плохо продуцируется соматотропный гормон, а взрослые, у них он анаболическую функцию несет, начинается развиваться ожирение центрального типа, потому что жир, который отложился в запас, оттуда не забирается, и мышечная масса не формируется, потому что не хватает соматотропного гормона, который несет анаболическую функцию. А, вот тут прям хвалят меня за книгу, которую читали. Можно ли удалять миндалины в возрасте 60 плюс? Ну, знаете как, у нас сейчас и в 90 лет иногда клапан сердца меняют, да? Все зависит от соматического состояния пациента. И если это А, во-первых, тяжелейшее апноэ, Б, гипертрофия миндалин, хотя в 60 лет, конечно, как правило, таматризия возникает, но мало ли, да? И С, сохранный человек, и Д, он не переносит СИПАП, ну, допустим, клаустрофобическая реакция, ну, или по каким-то другим он не может поводом переносить СИПАП, потому что все старше 60, там на первом месте все-таки СИПАП идет, а не хирургия. Да, можно применять хирургию, и весьма эффективно человека излечивать. Жаль, что раньше нас этому не учили. Ну, да. Спасибо, с интересом слушаем вас. Можно ли долго год принимать мелоксен? Я вообще противник приема каких-либо таблеток долго. Во-первых, зачем? Ну, то есть, вы сами ничего не хотите делать, вы хотите, чтобы за вас все сделали таблетки, чтобы они вам наладили сон, жизнь, спорт, ну, только разве что там еще замуж не выдали и за вас не нарожали, да. Ну, и, к сожалению, тут, понимаете, какая ситуация? Вот вы идете к врачу с нарушениями сна. Чтобы серьезно разобраться с каждым нарушением сна у человека, это нужна часовая консультация, это нужна масса обследований, это нужна постановка диагноза. Так же, как, допустим, с лихорадкой неясного генеза, да. Ну, что врач вот это будет все делать на амбулаторном приеме? Да бог с ними, он просто этот препаратик назначит, скажет, придите через месяц. Ну, пройдет, слава богу, что прошло, но не пройдет, назначит следующий препаратик, да. Но это займет 15 минут, а не час разговоров, убеждение вас, что нужно образ жизни менять, что нужно режим соблюдать и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому не надо принимать долго препараты. Сначала сформируется психологическая зависимость, но, слава богу, к мелоксену не формируется физическая зависимость, а к другим множеству препаратов и снотворных, и транквилизаторов формируется физическая зависимость. Более того, на каком-то этапе сами препараты начинают ухудшать сон. То есть, получается, человек долго принимает препараты, у него сон становится еще хуже, а если отменяют препараты, феномен рикошета, и совсем беда. И все, это полный тупик. Человек пожизненно принимает те или иные препараты. Ну, слушайте, здесь надо разбираться. Первое, нужно действительно исключить, допустим, психиатрические диагнозы. Рекуррентную депрессию, биполярное расстройство, шизофрению. Ну, то есть, вот те или иные действительно психиатрические диагнозы. Если мы видим, что психиатрического диагноза нет, что нет в данный момент тянущейся хронической или острой ситуации, которая провоцирует тревожное или депрессивное состояние, то еще раз подчеркну, на первом месте лечения таких бессонниц стоит когнитивно-поведенческая терапия. С 2017 года, это у нас буквально там сколько, три года назад, поменялись все стандарты лечения хронической бессонницы, я вам должен заметить. На первое место стоит прямо такая фраза, что если у пациента неорганическая условно-рефлекторная бессонница, то первой линией лечения является когнитивно-поведенческая терапия. Если она недоступна или неэффективна, вот тогда уже можно применять фармакотерапию, но никак не наоборот. Потому что, к сожалению, порой мне, но как уже эксперту, приходится сталкиваться с пациентами, которые годами, десятилетиями принимают десятки препаратов. И самая ужасная ситуация, я вам скажу, знаете, какая? Когда приходит человек, говорит, доктор, ну вы же там светила сомнологии, да, вот у меня 20 лет бессонница, вот списочек там из 25 препаратов, которые я применял, я все эти там 20 лет тщательно там конспектировал, начиная с какого-нибудь, ну, феноборбитала там, допустим, да, еще 30 лет назад, 20 лет назад, да, и заканчивая какими-нибудь там суперсовременными препаратами, которые мне привезли там белсомру из штатов подпольно, да, ну, который не то чтобы суперпрепарат, но тоже один из снотворных, но вы точно найдете препарат, который меня вылечит. Я вижу, что он все перепробовал, антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики, снотворные, адаптоген, все, да, я ему начинаю говорить, дорогой друг, у нас задача вас отучить от условных рефлексов, ограничить пребывание в постели, добавить физическую нагрузку, не давать вам там пить кофеин и так далее. Говорит, доктор, что за чушь вы мне тут рассказываете? Я вам деньги за что заплатил? За то, что вы мне будете рассказывать, что мне кофе не надо пить? Ну, я образно выражаюсь, да, вы же таблетку мне дайте. Ну, я вообще грамотный доктор, я, конечно, понимаю, что это безвыходная ситуация, я нахожу 21-ю или 26-ю таблетку, которую человек не принимал, может, не очень опасную, и говорю, ну, приходите ко мне через год. Увы, это лекарственный наркоман, причем уже настолько психологически снижен и уже погружен в свою болезнь, что порой сделать вообще ничего нельзя. Лучше себя до этого не доводить. Мелоксен можно, нет, не желаю, но там спор идет до сих пор, что не про иммунных заболеваниях. Да, это противопоказание мелоксена, вы почитаете инструкцию, но здесь есть разные мнения на этот счет, но стандартно это в инструкции противопоказание. Утяжеленное одеяло помогает заснуть? Да, бывает, помогает при тревожных состояниях, при тревожных реакциях. Мне 36 лет с рождения проблемы с засыпанием ночью, когда в институте училась, могла вообще по двое суток не спать, сейчас ложусь в 4-5 утра, сфлю до 13, где искать причину в себе. Во-первых, это у вас некий приморбидный фон, ну, то есть предрасположенность к бессонницам, в виде, допустим, там быстрой раздражительности, впечатлительности, человек активно там реагирует на какие-то события, он, допустим, перед экзаменами не спит, перед какими-то важными состояниями не спит. Дальше на каком-то этапе возникает тянущийся стресс, потом закрепляются условные рефлексы, и дальше развивается вот эта вот условно-рефлекторная неорганическая бессонница, которая может тянуться годами. Ну, плюс еще, наверное, еще может быть и синдром смены, синдром совы, да, что вы поздно засыпаете и поздно ложитесь. Попробуйте просто задать себе жесткое время подъема в 7 утра, когда бы вы не заснули. И посмотрите, если через 2 недели, скорее всего, если у вас такая ситуация, вы сможете это психологически выдержать, вы увидите, что вы начнете просыпаться в 7 утра, бодрый, веселый и отдохнувший, но в то же время будете ложиться раньше. Критический низкий ферритин может вызвать бессонницу? Может. Да, очевидная ситуация, что бессонницы бывают, сам дефицит железа в мозге вызывает массу проблем. В частности, он влияет на продукцию допамина. В синтезе допамина участвует железо. Также железо участвует в некоторых ферментах, которые обладают тормозным действием на нервную систему. Возбудимость нервной системы повышается. Это дает бессонницы. Это увеличивает частоту синдрома беспокойных ног, в которой как раз допаминовая недостаточность утяжеляется. Поэтому, да, ферритин. Сейчас считается, что нужно держать ферритин выше 75 мкг на литр. Как отличить человек с аварией, у него истощение? Слушайте, у вас же вопросы-то когда-нибудь закончатся. А я все думал, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они все прибавляются. Ну ладно, значит, наверное, интересно, распишите. Так, как человек с аварией, у него истощение надпочечников? Ну, здесь смотрите как. Давайте начнем с простого. Истощение надпочечников – это единицы из сотен. А сова – это 25-30% всего населения. Поэтому частые болезни бывают часто, редкие бывают редко. Начинаем с того, что даем рекомендации сове, как жить. Если он их выполняет и все проходит, значит, все прекрасно. Если нет, ищем дальше причину. Снотворные практически не помогают. Днем сплю нормально. Вот это все, товарищи и друзья, коллеги, это все проявление неорганической бессонницы, как правило. Да, что сон-то сам не нарушен, нарушена циркадность сна, не поспал ночью, поспи днем, так называемое дезадаптивное поведение, не смог заснуть посплю днем, лягу пораньше, встану попозже. Ну и пошло-поехало. Так, физически, так, психологическая зависимость. Пришла через многолетнюю физическую и психическую зависимость от препаратов. Помогли бросить американские книги по бессоннице. Ну, собственно говоря, смотрите как, я не скажу, что я что-то прям вообще супер новое изобрел. Сама теория когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, она берет начало с 1989 года. Да, до стандартов долго шла эта ситуация. Я, ну, последние 3-4 года активно этим занимаюсь. Да, я написал, может быть, с некой адаптацией под российский менталитет нашу программу. Ну, мы с Софией Анатольевной Черкасовой написали нашу программу по когнитивно-поведенческой терапии. И я сейчас скажу, что я излечиваю 60%, больше 60% пациентов за 6 недель при даже многолетней хронической зависимой от препаратов бессонницы и удается от этих препаратов избавиться. Единственное, что это очень серьезный тренинг. Это такой курс молодого бойца. И почему где-то 60%, ну, 20% еще становится просто лучше. Мы уменьшаем бессонницу, уменьшаем количество препаратов. 20% просто не заканчивают программу. К сожалению, говорится, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Ну, как называются книги? Книга называется, я еще раз скажу, что я потом пост напишу про это дело, ну, или в сторис напубликую. Книга называется «Как победить бессонницу?» с вопросиком «Здоровый сон за 6 недель». Это фактически самоучитель по когнитивно-поведенческой терапии. Его спокойно можно купить на «Озон.ру», «Лабиринт.ру», ну, все вот эти наши известные магазины в электронном виде, в бумажном виде. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Донормил, ваше отношение к препарату. Есть хорошая новость, есть, может быть, не совсем хорошая. Прежде всего, что хорошего? Это один из самых безопасных препаратов. К нему практически не развивается зависимость. А, кстати, знаете, почему механизм не развивается в зависимости? А потому что к антигистаминным препаратам быстро развивается толерантность. То есть, через пару-тройку недель он просто уже перестанет действовать. Ну, и зависимости не будет, слава богу. То есть, его кроткими курсами надо принимать. Это раз. Два, это единственный официально разрешенный препарат при беременности. То есть, в любой триместр беременности его можно применять. Хотя, конечно, по-любому посоветуйтесь со специалистом. Что касается побочных эффектов, ну, как у антигистаминных препаратов, может быть, немножко сухость во рту, немножко с утра после действия в плане сонливости. Но, еще раз говорю, с точки зрения соотношения пользы и рисков, это очень неплохой препарат, потому что с минимальными какими-то рисками и побочными эффектами. Но, опять же, он принимается короткими курсами при ситуационной бессоннице. Так, вопросов хватит на десяток прямых эфиров. Нет, так я, да, не останавливаюсь пока. Смотрите, вот что касается, думаете, апоксилия. Ну, мне бы не хотелось касаться вот таких сложных препаратов, да, нейролептиков, антипсихотиков. Это очень специфическая терапия. Вот я могу общие рекомендации давать, но это вторая, если не третья линия лечения. Я понимаю, что у нас, знаете, если вы пошли к психотерапевту, он может даже при первом в обращении сразу какого-нибудь терроледжен вам назначить, да, а хуже того еще какой-нибудь там уж, не знаю, азолептин, азолептол, да. Ну, потому что он привык эти препараты просто всем своим психиатрическим пациентам назначать. У них есть побочный эффект, сольливость. Ни один из этих препаратов, у него не написано, что он должен применяться при бессоннице, да. Ну, бессонница как симптоме шизофрении, ладно, да, но просто при бессоннице без шизофрении. Но вот психиатр, он его назначает, он его и вам назначит, ну, как-то так. Да, вот тут пишут про книги, пожалуйста, американские авторы тоже очень хорошие книжечки. Я много чего каких-то этих книжек перечитал, когда свою писал. Вообще, знаете, есть такое хорошее выражение, списываешь с одной, это плагиат, списываешь с двух, это реферат, списываешь с трех и более, это научная работа. Ну, я бы сказал, наверное, научная работа, помноженная на мой многолетний опыт все-таки практики работы с пациентами с бессонницей. Может быть, даже то, что я проходил все то же самое, что я вообще не очень любил пациентов с бессонницей, когда я им назначал препараты, я понимал, что я практически пожизненно их буду лечить. Отменять, добавлять, назначать, ну, вот, к сожалению, как, к сожалению, так. Коллеги, ну, я смотрю, что как-то вопросы у нас какие-то совершенно нескончаемые, да? Давай мы на сегодня уже, наверное, закончим. Следующий эфир я посвящу бессоннице, прямой эфир. Я думаю, что к этому времени я отберу человека, которого мы прямо в эфире проконсультируем. То есть я проведу вот такую показательную онлайн-консультацию с человеком по бессоннице. Я подберу человечка, у которого реально, скорее всего, не то, что я заранее там, это будет артист какой-то, будет реально больной человек, но я, может быть, просто предварительно выберу человека, у которого именно такая условно-рефлекторная бессонница, да? И мы проконсультируем, вы послушаете, может быть, сами что-то на себя примерите. И в этом смысле, наверное, это будет полезно. И, может быть, мы такой лифт проведем в течение нескольких недель, когда я буду его лечить. Ну, наверное, всем огромное спасибо, что вы присоединились. Я смотрю, прям такая цифра 66 человек смотрит. Ну, вот 65 уже, 64. Огромное всем спасибо. Ну, буду признателен, если вы как-то, может быть, мне в директ напишите какие-то свои комментарии, может быть, вопросы напишите, какие другие эфиры послушать, ну, чтобы было мне понятно, насколько вам понравилось в моем сольном исполнении эфир, да, и насколько вы заинтересованы в том, чтобы мы еще с вами регулярно встречались. Спасибо, спасибо всем большое. Удачи, хорошего сна, не болейте. Спасибо. Спасибо.